Сельские населенные пункты и деревни Чувашии получат по 100 тысяч рублей. Об этом заявил Олег Николаев во время видеоконференц-связи с сельскими старостами и председателями территориальных общественных самоуправлений. В поселениях республики работают более полутора тысяч старост. И, конечно, лучше, чем они, никто не знает о проблемах родной деревни или села. Поэтому принимают решение, куда направить эти средства, их прерогатива, конечно, при участии жителей. Правительство республики лишь дает рекомендации и варианты благоустройства поселений. Если вы таким образом организованно поработаете, купите за эти деньги какие-то конкретные вещи, а там поработаете, мне кажется, совершенно можете сделать нужные и полезные вещи, значимые вещи, а может даже, как в другой притче говорится, запустить полное преображение отдельных населенных пунктов, создавая центры притяжения. Даю поручение Сергею Геннадьевичу Артамонову совместно с Михаилом Геннадьевичем выработать соответствующие подходы выделения денег. Поддерживаю, чтобы эти деньги были доведены до каждого населенного пункта, чтобы каждый населенный пункт получил определенные денежные средства. И поддерживаю, чтобы эта цифра была круглая – 100 тысяч рублей. В принципе, символично хорошие цифры и достаточно звучит хорошо и синхронизируется со столетним юбилеем. Вопросов во время онлайн-общения было немало. Один из тех, что затрагивает практически все сельские поселения – это замена водонапорных башен. Проекты уже прошли экспертизу, но средства на места так и не пришли. Действительно, плачевное состояние у нас по лесной 1. Мы перезимовать даже не сможем. Течет круглую, сварки не поддаются водонапорной башне сама. В юбилеемическом сельском поселении мы заявку дали Минстрой на капремонт замены башен, глубин насосов. Трех башен. На все эти три башни заявки поданы. Проекты имеются, положительную экспертизу прошли, заключение имеется. Ждем от администрации района, ждем от кабинета министров, Минстроя финансирования. Если будет финансирование, нынче мы вот эти башни хотим установить. В Рио главы Чуваши пообещал взять на личный контроль решение этой общей проблемы. Специалисты Минприроды и Минстроя должны помочь поселениям унифицировать процесс реконструкции таких объектов. Тем более, что деньги в бюджете на эти цели будут заложены. Без поддержки не останутся и районные центры, и города. Для них сумма средств будет рассчитана отдельно. Татьяна Иванова, Игорь Зверев, Республика.